Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые участники форума! Всех сердечно приветствую на нашем российском инвестиционном форуме. Нам, как всегда, требуется актуальный взгляд на экономические возможности регионов, а этот форум у нас позиционируется именно как региональный, ну и, конечно, на страну в целом, чтобы эффективно вписать регионы в траекторию глобального развития. Форум наш изначально был замыслен как инвестиционный, а инвестиция – это, по сути, выраженная через деньги, внимание государства и частных компаний какой-либо актуальной теме. По итогам прошлого года наблюдается оживление инвестиционной активности, и экономической ситуации в целом. Однако этого недостаточно. Важно, чтобы приток инвестиций не только обеспечивал работу традиционных отраслей, но и приводил к появлению новых. Если мы хотим построить сильную и здоровую экономику страны в целом, регионов, то наше внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы ее структура была максимально разнообразной. А умение управлять этой структурой совершенствовалось. Именно в такой логике мы и стараемся действовать. Два слова о текущей ситуации. Мы обеспечили макроэкономическую стабильность, о необходимости которой так долго говорили разные люди. Даже под санкциями наша экономика стала менее зависимой от внешних шоков и от цен на сырье. Мы довели инфляцию до рекордно низкого уровня, 2,5% в прошлом году. По итогам января она снизилась до 2,2%, если считать к январю 2017 года. Но я напомню, потому что все очень быстро забывается, что всего 2 года назад, в 2015 году, она была в 5 раз больше. Она была 13%. У нас устойчивая финансовая система и курс национальной валюты. У нас сбалансированный бюджет. И в этом году он, кстати, вполне может стать профицитным. И мы начинаем накопление средств в нашем суверенном фонде. Динамика валового внутреннего продукта вышла в плюс, пусть даже он и относительно небольшой, в том числе за счет адресной поддержки отраслей. Но не могу не отметить, это результат тоже нашей общей работы, что в стране собран рекордный за всю историю урожай зерновых. И это просто означает, что на селе новый уклад. Нам предстоит развить все эти положительные тенденции. Мы знаем, на чем сконцентрировать усилия. Прежде всего, на создании стабильных и предсказуемых правил игры для бизнеса. На росте инвестиций, на дальнейшем улучшении бизнес-климата. Сначала об инвестициях. Бюджетные инвестиции, конечно, нужно увеличивать. И прежде всего, инвестиции в человека. Это уже сейчас общее место. Нам нужна высокотехнологичная медицина. Современное образование мирового уровня. Конечно, инвестиции в инфраструктуру, в строительство качественных дорог, мостов, энергосетей, коммуникаций. Того скелета, на основе которого формируются мышцы экономики, современные производственные мощности. Куда и когда вкладывать больше. Это предмет особого анализа. Очевидно, что нужен баланс. Его нужно корректировать, опять же, исходя из того, что ситуация меняется. Но понятно и то, что одни бюджетные деньги не способны раскрутить экономику. Поэтому нужно стимулировать коммерческие инвестиции. Создавать привлекательные для инвестора условия. Что надо инвестору? Мы это все понимаем, тем не менее, еще раз об этом скажу. Первое, может быть важнейшее, это предсказуемость условий ведения бизнеса. Их обеспечивает стабильность налоговой системы, которая должна помогать бизнесу развиваться, а не радовать, в кавычках, конечно, сюрпризами. Низкая инфляция, которая не должна выходить за определенные рамки, вот мы говорили о 4%, сейчас она еще ниже, прозрачная и предсказуемая тарифная политика. Все это расширит и доступность кредитных ресурсов и горизонт планирования по бюджетным бизнес-проектам. Второе, инвестору важен спрос на продукцию и понимание конкурентного ландшафта. Государство не должно ставить бизнес в условия несправедливой, избыточной конкуренции, что у нас подчас существует. То есть не должно сдерживать создание соседних, не должно поддерживать создание в соседних регионах аналогичных производств, если это не обусловлено реальным спросом. Это подразумевает более четкое планирование инвестиционных стратегий каждого региона и координацию с другими регионами. Третье, что интересует инвестора, это наличие инфраструктуры. Ее слабое развитие, ограниченность одна из главных причин низкой инвестиционной активности. К тому же падение вложений в инфраструктуру в последние годы как на федеральном, так и на региональном уровне затормозило строительную отрасль и производство материалов. Это тоже сказалось на темпах экономического роста. Еще один инструмент, который мы готовимся запустить, программа инфраструктурной ипотеки. По этому поводу существуют довольно горячие споры, в том числе внутри правительства. Но, тем не менее, очевидно, что такая программа позволит государству инвестировать в инфраструктуру в рассрочку за счет заемных средств. В результате при том же уровне вложений мы сможем начать строительство большего числа объектов. Есть, конечно, в этом и определенные риски, которые нужно считать, но сам по себе этот проект весьма интересен. Сегодня на дискуссионных площадках, я думаю, мы об этом еще поговорим. Четвертое, что очень важно, это, конечно, дешевые и длинные деньги. Идет последовательная работа над снижением кредитных ставок, прежде всего за счет успешного таргетирования инфляции. Сейчас средние ставки по ипотеке и кредитам нефинансовым компаниям упустились ниже 10%. Буквально на прошлой неделе Центральный банк снова понизил ключевую ставку до 7,5% годовых и готов создавать более благоприятные условия для банков, которые кредитуют развитие производства. Кроме того, мы создаем новые инструменты долгосрочного инвестирования. Год назад, здесь же, в Сочи, я тогда сформулировал идею фабрики проектного финансирования. Сегодня, хочу вас всех проинформировать, я подписал решение об утверждении программы фабрика проектного финансирования, а также правил предоставления субсидий ВЭБу для осуществления кредитных сделок в рамках работы этой фабрики. То есть, эта фабрика создана. И сегодня мы подпишем ключевые соглашения о сотрудничестве Внешэкономбанка и коммерческих банков, а также об организации финансирования с инициаторами проекта. В начальном этапе таких проектов отобрано шесть. Общая сумма инвестиций порядка 180 миллиардов рублей. В значительной степени это частные средства. Ну и особое внимание при поиске проектных инициатив мы, конечно, будем уделять регионам. Также год назад здесь же прозвучала идея о расширении программ кредитования малого и среднего бизнеса. За семнадцатый год по всем льготным программам выдано кредитов на сумму 670 миллиардов рублей. Это привело к снижению конечных ставок для заемщиков на 3% в целом по рынку. Ну и в этом году мы запустили обновленную программу для кредита в инвестиционных целях. Конечная ставка составит 6,5% при максимальном лимите в 1 миллиард рублей. Для участия в программе отобрано 15 банков. Банков и регионы должны включиться в эту работу. Еще один хороший пример инструментов долгосрочного инвестирования это выпуск облигаций федерального займа для физических лиц. Их продажа стартовала весной прошлого года. Первая же эмиссия была раскуплена очень быстро. В итоге граждане нашей страны приобрели ОФЗ на сумму порядка 30 миллиардов рублей. Мы видим, что наши люди доверяют ценным бумагам этим и в силу их надежности и доходности разумной, ну и собственными средствами участвуют в развитии страны. Поэтому я поручаю Минфину проработать вопрос об увеличении объема эмиссии в 2018 году по таким бумагам до 100 миллиардов рублей. Считаю правильным распространить эту практику и на региональный уровень, чтобы субъекты федерации были заинтересованы выпуски своих ценных бумаг также для физических лиц. Тем более, что такой опыт есть уже у 10 регионов и даже у одного муниципалитета. Все, о чем я сейчас говорил, касается делового климата. И все же о нем нужно сказать отдельно. В последние годы мы проделали такую довольно энергичную, скажем так, работу по улучшению условий ведения бизнеса. И это не наше личное мнение. Вы знаете, в рейтинге «Дуин бизнес», который мы сегодня приводим в пример, с 2011 года Россия постоянно улучшала свои позиции, со 124 места поднялась на 35-е в 2017 году, и теперь мы находимся на сопоставимом уровне с крупнейшими экономиками мира. Однако российский бизнес не всегда разделяет оптимизм этих оценок. И это понятно. Проблем по-прежнему много, в частности, и на региональном уровне. Поэтому сделать нужно больше, особенно по строительству, по корпоративному управлению, по таможенному регулированию, это уже федеральный уровень, и прежде всего в сторону цифровизации отношений бизнеса и государства. У нас за последние годы накоплен неплохой опыт цифровизации отношений между гражданином и государством. Здесь мы продвинулись вперед, это очевидно. Благодаря сети многофункциональных центров, порталов, услуг люди просто экономят время и силы, а бизнес пока вынужден работать во многом по-старому. Это нужно исправить и максимально оцифровать взаимодействие бизнеса и государства. Прежде всего, на тех участках, где существует соблазн использовать властные отношения в своих интересах, для того, чтобы исключить всякую возможность надавить на предпринимателей. Еще одна проблема для предпринимателей – отчетность. Цифровизация, она, безусловно, поможет сократить ее, но где-то от нее вовсе отказаться. Простой пример. Благодаря повсеместной установке онлайн кассовых аппаратов мы вплотную подошли к существенному сокращению, а кое-где даже и к отмене налоговой отчетности для определенных групп малого и среднего бизнеса. Данные об операциях напрямую поступают в госорганы. Есть отчеты, которые, очевидно, дублируют друг друга. При этом получаемая информация зачастую просто не используется, она накапливается в бумажном виде. Надо вывести эту проблему на совершенно другой уровень, надо ее решить. В самой системе сбора данных мы должны не просто избавиться от дублирования, а постепенно от сбора отчетности переходить к доступу к первичной информации, как мы это сейчас делаем, скажем, внедряя систему контрольно-кассовой техники. Мы должны начать построение национальной системы управления данными на базе Росстата. И в этом смысле важно, чтобы этим занялось Минэкономразвитие. В ближайшее время просто подготовило приоритетный проект правительства по этому вопросу. Избавить предпринимателей от излишней административной опеки должна и реформа контроля надзорной деятельности. В Государственной Думе находится законопроект, который систематизирует все виды государственного контроля. Должна быть создана система умного контроля. Уже сейчас контролирующие органы обязаны публиковать перечень требований к тем, кого они проверяют. Заработал единый реестр проверок. Эффективность контроля мы начинаем мерить не штрафами и санкциями, а тем, как ведется работа по профилактике нарушений. В целом, эта работа будет продолжена. Более того, во многом от эффективной работы контрольных органов зависит бизнес-климат и ситуация на местах. Важно, чтобы главы регионов были координаторами проведения этой реформы с участием и местных контролеров, и, конечно, местного бизнеса. Страна у нас очень большая и живет очень по-разному. Жизнь на Итурупе, в Севастополе или, скажем, в Питере, тем более в столице, это совершенно разная жизнь. Здесь нет ничего сверхъестественного. Это обычно для крупных государств, тем более имеющих такую колоссальную территорию. Но жизнь в каждом конкретном месте может стать лучше. В любом городе, в любом регионе могут быть созданы возможности и появятся новые места, и, как принято сейчас говорить, появятся новые смыслы. Для этого нужно найти ключ его развития, перспективную специализацию, конкурентное преимущество, найти свое лицо. В этом должна помочь стратегия пространственного развития на период до 2025 года. Работа над ней завершится в этом году. Ответы, которые стратегия должна дать, каковы конкурентные преимущества и перспективные специализации для каждого российского региона. Как воплотить в жизнь потенциал каждой части нашей страны, сделать этот потенциал востребованным для бизнеса. Практическим результатом стратегии должен стать вот этот самый инфраструктурный каркас. При разработке стратегии нужно исходить из двух главных моментов. Во-первых, на карте должны появиться не только мегапроекты, но и множество точек для приложения сил малого и среднего бизнеса, чтобы развивались не только центры глобальной конкуренции, мегаполисы, агломерации, хотя это очень важно, это именно так, но появлялось и как можно больше центров иного масштаба. Речь идет о малых и средних поселениях, где нужно выделить одно-два конкурентных направления. Подчеркиваю, немного, иначе это все будет распылено и никакого эффекта не даст. А именно одно-два. И сосредоточиться на них. В нашей стране около тысячи таких мест. Проживает в них почти 30 миллионов человек. Это нужно иметь в виду. И примеры этому есть. Они достаточно часто упоминаются. Такие небольшие поселения, как Великий Устюг, Мышкин, Таштагол и много-много других. Хорошие тому примеры, где вокруг одной темы крутится малый и средний бизнес. Конечно, свои точки роста должны быть и в сельской местности. Но здесь работает программа развития сельского хозяйства. Во-вторых, планы регионов по созданию собственной инфраструктуры должны быть увязаны между собой. Я уже об этом сегодня говорил. Тем более, что ведь дороги не заканчиваются на территории одного региона, они перетекают в другой. И мы все с вами неоднократно сталкивались с ситуацией, когда, переезжая границу одного региона и попадая на территорию другого, качество дороги радикальным образом отличается. Вот просто, значит, едешь, с одной стороны автобана, а с другой стороны военная дорога. Это плохо, конечно. Очевидно, что некоторые важные проекты не видят свет из-за отсутствия тех же дорог, объектов энергетики, водоснабжения. Ну вот, например, Забайкальский край имеет потенциал в добывающих секторах. Однако есть дефицит электроэнергии. В Хакасии есть проекты в области сырья, но дороги те же самые плохие. Инфраструктура уникального Великого Новгорода не соответствует абсолютно его туристическому потенциалу. Рыбохозяйственный комплекс Сахалина не добирает также из-за электроэнергетики и некоторых других сдерживающих моментов. Список можно продолжать. Ограничители есть в каждом регионе, мы это знаем. Но за этими возможностями тысячи рабочих мест и, конечно, доходы. Вместе с руководством регионов надо определить, какие объекты инфраструктуры, в каком порядке и где нам нужно строить. Подчеркиваю, нужно именно взаимоувязать эти планы. В целом, все усилия, которые предпринимаются на федеральном уровне, будут иметь эффект только при деятельной поддержке региональных и местных властей. Да, есть территории, которым тяжелее, чем другим. Мы это понимаем. Вот так просто природа распорядилась. Так развитие историческое происходило. И мы будем искать, конечно, способы поддержать тех, кому это нужно. Но главная цель – это создать условия, в которых региональные и местные власти могли бы самостоятельно решать задачи в собственной экономике и в социальной сфере. Это заложено в утвержденных президентом основах региональной политики. Именно на это был направлен ряд последних решений в сфере межбюджетных отношений. Завтра мы на эту тему подробно поговорим со всеми руководителями регионов. Общий объем межбюджетных трансфертов в этом году превысит 1 триллион 700 миллиардов рублей. Это приблизительно на 2, почти с половиной процента больше, чем в прошлом году. И это огромный финансовый ресурс. Использовать его региональные и местные власти должны с максимальной отдачей, наращивая экономический потенциал территории и повышая комфортность жизни для людей. Чтобы поддержать этот процесс, мы создали ряд стимулов. Выделение господдержки теперь поставлено в строгую зависимость от результатов, которых добилось руководство регионов. Чтобы получить такую поддержку, региональные власти должны взять обязательства по развитию собственной экономики и оздоровлению финансов с ответственностью за их исполнение. Причем, чем выше дотационность бюджета, тем жестче условия. Ну и, конечно, нужно поддерживать всячески самостоятельность регионов, предоставляя им больше свободы. С прошлого года за достижение наивысших темпов роста выделяются гранты, напомню. А с этого года в региональные бюджеты возвращается прирост налога на прибыль организаций. Порядка 36 миллиардов рублей. Мы продолжим всесторонне совершенствовать инвестиционный климат и по этому направлению. Такие же подходы можно было бы распространить и на отношения уровнем ниже, на отношения между регионом и муниципалитетом. Мы понимаем, что вне зависимости от того, растет ли экономически сейчас регион или пока только ищет точки роста, люди, наши люди, граждане нашей страны, они, что называется, живут именно сейчас. Наша региональная политика направлена на то, чтобы люди хотели жить именно на своей земле, чтобы они не уезжали в поисках лучшей жизни. Потому что именно в своем регионе у нас и должны быть созданы все необходимые условия, должна быть работа с достойной зарплатой, есть хорошая больница, должна быть хорошая школа, детский сад, должна быть пенсия приличная, должна быть поддержка государства. В конце концов, основной признак сильной экономики это действительно социальное благополучие людей. Безусловно, всеми этими направлениями социальной сферы мы будем заниматься, будем опираться на тот опыт, который получили в ходе выполнения майских указов президента 2012 года, на те позитивные изменения, которые достигнуты, но и на опыт, в том числе, не всегда простой, подчас сложный, который был в ходе этих указов сформирован. Указы в этом смысле задали очень высокую планку работы. И поэтому мы должны сделать еще больше, чтобы решить те проблемы, которые действительно волнуют людей. Наш великий писатель Антон Павлович Чехов когда-то сказал такую фразу, которая, на мой взгляд, относится к любой сфере жизни, ну и к нашей с вами работе тоже, конечно. Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной. Надо работать, имея в виду будущее, то есть всегда видеть будущее, всегда видеть новые горизонты. Все вместе мы с вами работаем, чтобы наша страна развивалась, чтобы она двигалась вперед, чтобы успехи регионов были ощутимы не только внутри самой территории, но и во всей стране, а может быть даже и в международных масштабах. Вот такую Россию мы с вами строим, и нет сомнений, что мы добьемся этого результата. Спасибо.